Вы знаете, у нас трепещущий элемент обычно в программе только вот, ой, да, трепещущий, трёхлапый. Это Бланш? Её так назвали. Бланш, да, мы её, извините, мы её назвали Бланш, она у нас уже была, мы будем её сегодня пиарить. Хорошо, привет, Бланш. Будем пиарить Бланш, она не самая спокойная у нас девушка трепещущая. Очень, кстати, мне не приходило в голову, вот этот тезис, очень верно, что человек, который очень действительно трепетно относится к материалу. У него ничего не получится. Ну, что-то у него получится, но это не будет правильный такой подход. А вообще, ведь я правильно понимаю, что за Грибаедову вы давно действительно хотели взяться, что останавливало вас? Не то, что я давно хотела, нет, я не могу сказать, что я давно хотела. Я давным-давно люблю этот материал, я поклонник изящной словесности, я обожаю эти тексты, я обожаю эту эпоху, я обожаю тот язык. А «Горе от ума» — это текст для русского театра номер один, я в этом убеждён. Ничего лучше для театра на русском языке не написано. Отдыхают рядом с Грибаедовым все. И Пушкин с Борисом Годуновым, и Чехов с его пьесами, и обожаемый мною Михаил Афаналович Булгаков с «Бегом», «Днями турбинных». Это пьеса номер один, это Эверест, это Бетлы, это Бетловский уровень, это лучшее, что есть на русском языке для театра. С этой Верой я жил всё время, а пару лет назад у меня зачесались руки, я захотел сделать, потому что я давно, лет уже 15 почти, я не занимался реальной режиссёрской деятельностью. Я в своё время, когда рухнул мой театральный проект под названием «Русский глобус», я, когда был маленьким, мой Васька говорил, я обидевся. Я обидевся на судьбу, но если тебе не нужен мой театр «Русский глобус», то и пошла ты, я буду артистом работать. И нормально, безбедно как-то более-менее существовал. А тут вдруг руки зачесались, давно не брал я шашек в руки, и я решил сделать спектакль. Всё началось с ротонды Александра Бродского, ещё один гений, кстати. Вы так легко, просто вы щедрый человек. Этот человек гениально одарённый, архитектор, художник, не я первый сказал об этом, не я первый назвал его гением, это мировая его репутация. Он построил изумительный, совершенно бессмысленный объект под названием «Ротонда». В чистом поле стоит сооружение деревянное, овальной формы в плане, без крыши, с множеством дверей по периметру. Вот я сейчас с архитектором разговариваю, да, продолжайте. Это гениальное поэтическое архитектурное высказывание. Поскольку оно так гениально, оно беззащитно, оно лишено практической пользы. И я решил придать некоторый смысл под влиянием этого объекта изумительного. Ну, заработала моя фантазия, вот и всё. И думаю, ну, это же явно какой-то театральный тоже, театральный факт вот эта ротонда, требует театра какого-то. Можно в чистом поле стоит этот объект, можно с любой стороны света в него войти, зажечь очаг, посмотреть на языки пламени и уйти в любую сторону. Иди куда хочешь. Ветер свищет. Хорошо. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.